Добрый вечер. Спасибо большое всем, кто пришел сегодня. Я безмерно счастлива впервые выступить здесь, в таком прекрасном и необычном месте. И хочу выразить огромную благодарность дорогой и милой Алисе Куприевой за организацию такого прекрасного проекта, даже в такое непростое время. И, конечно же, огромная благодарность любимой компании Yamaha за предоставление такого замечательного рояля, на котором сегодня прозвучит много замечательной музыки. И сегодняшний вечер, как уже сказали, будет посвящен выдающемуся польскому композитору и лично моему самому любимому композитору Фредерику Шопену, самому главному композитору романтику первой половины XIX века. Шопен прожил совсем немного, всего 39 лет, но за это время он успел сочинить огромное количество совершенно гениальных произведений и стал одним из самых часто исполняемых композиторов в фортепианном мире. Он до конца жизни оставался настоящим патриотом, а в его музыке нашли отражение многие народные польские мотивы и жанры. Например, в первой части сегодняшнего концерта я сыграю доди с минорный Ноктюрн, оп. 27, номер 1. Ноктюрн в переводе с французского означает «ночной», и вообще этот жанр занимал особое место в творчестве Шопена. Он написал всего 21 Ноктюрн, и мне кажется, что именно в этом доди с минорном Ноктюрне можно особенно прочувствовать образ ночи, потому что в нем очень много темных красок и очень хорошо виден контраст между мечтательной, строгой мелодией в начале и в репризе и очень драматичной, развернутой серединой. Дальше я сыграю два этюда, оба в ля-миноре, но оба совершенно разные по музыке. Это оп. 25, номер 4 и 11. И хочу сказать, что этюда Шопена, в отличие от этюдов многих других композиторов, это не просто упражнение для развития техники, но законченные художественные произведения. Этюд номер 4, оп. 25, идет всего лишь полторы минуты и пролетает скорее как причудливое видение. А номер 23, очень развернутый и драматичный этюд. Его часто называют на английском winter wind, что означает зимний ветер, потому что стремительные пассажи и арпеджио в правой руке по-настоящему напоминают образ забывающего ветра. Дальше я сыграю скерца ми мажор, номер 4, последняя скерца, написанная Шопеном. Очень светлая, жизнерадостная музыка. Опять же, здесь виден контраст между средним разделом и крайними частями, но все равно светлое начало одерживает верх в финале. И закончу я первую часть концерта жизнеутверждающим, очень радостным, блестящим вальсом. Оп. 34, номер 1, ля бемоль мажор. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо.